В этом видео я расскажу о краске, которую красил дом. В предыдущих видео у меня постоянно в комментариях задавали вопросы, что за цвет и что за краска. Значит, краска, которую я красил, это альпина немецкого производства. Где-то здесь вот вставочку сделаю, сейчас она будет, как выглядит банка с этой краской. Но дело в том, что теперь эта краска из-за санкций больше не поставляется ни в Беларусь, ни, по-моему, и в Россию тоже нет. Не знаю, где-то может еще есть, но у нас нет. Стоила банка краски такая 10 литров или килограмм, я уже не помню в чем она была, 110 долларов получалось по курсу на тот момент покупки. Значит, смотрите, в чем интерес. Вот здесь вот покрашено 8 лет назад, а здесь покрашено 2 года назад. И как видите, краска практически совпала по цвету. Цвет называется Atlantis 0. Ну, там палитра богатая, можно выбирать разные цвета. Ну, хорошо то, что качество краски соответствует, что 8 лет назад, что 2 года назад и цвет совпадает, и так же ложится, точно так же покрывает, как и предыдущая краска. Здесь, кстати, тоже было куплено 2 раза, 2 разные серии были, но все 8 лет назад. А это вот 2 года назад. Теперь краски нету, я купил уже другую краску. И вот мы посмотрим, насколько она подойдет, как удастся с ней что-то сделать. Ранее я интерьер красил белорусскими красками. Там, конечно, большая проблема с попаданием в цвет. Ну, в общем, обо всем по порядку. Поехали. А это история про мой интерьер. Я решил его покрасить в темный, такой в темный графит. Но мне не смогли замешать краску на белорусских основах в магазине. То есть там цвет был совсем не такой, как на палитрах. Решил купить готовую. Смотрите, 3 банки, 3 разных цвета. Это готовая краска, на которых написан один и тот же номер по РАЛ. 70-24, по-моему. Никогда не думал, что РАЛ может быть настолько разнообразным вообще. Но, оказывается, в белорусских красках может. Но выход один, все в одно ведро замешать. Я купил несколько, надеюсь, что там попалась была плохая. Но нет, они все разные были. Итак, а теперь переходим к фасаду. Я, чайник в этом деле, красил первый раз такие вот вещи. И смотрите, здесь древесина усохлась и появились вот эти щели. Надо было сначала торцы прокрасить, а потом уже прибивать. Но я не знал. Теперь эту ошибку допускать уже не будем. И вы не допускаете в будущем. Значит, беру новую краску того же производителя, что и Альпина. Это Копорол. И посмотрим, насколько она будет подобно ложиться. И насколько, самое интересное, совпадет этот цвет. Значит, цвет вот он. Атлантис 0. Это тот же самый. Это палитра Копорол. Амфиболин. Ну вот в Минске я ее покупал. Амфиболин. Это дорогая краска. Качественная очень. Вот написано высшего качества. Нет какого-нибудь там класса высокого первого. Высшего. Дальше некуда. Ну, сейчас проверим. Короче, перемешали. Берем кисточку. Красим. Крашу одну ступеньку. Посмотреть, насколько будет совпадение цвета. Высыхает очень быстро. 5-10 минут. За это время, пока я здесь вот, не допуская свои предыдущие ошибки, буду красить вот эти торцы. Это я подшивку под крышу делаю. Торцы покрашу, а потом уже все вместе. После того, как туда. И кисточку вот уже остатки просто смазываю. Посмотрим, какой цвет получился. И, кстати, вот эти смазанные остатки приложим, посмотрим. Ну, видите, ни ступенька, ни доска практически не отличаются. Есть немного более яркий оттенок. Но она за недели-две превращается вообще. Чуть-чуть темнеет и становится точно такой же. В общем, этой краске ставлю твердую пятерку. Но эта пятерка чисто за качество. И укрывистость, и ложится равномерно, и на солнце не выгорает, и долговечная. Это да. Но есть один большой жирный минус. Цена. Цена за литр этой краски где-то 23 доллара получается. Поэтому общую оценку уже с учетом цены выставляйте сами. А держится она реально прекрасно. Вот по этой лестнице два года бегаю сапогами, и она не истирается даже. На этом все. Надеюсь, видео было для вас полезным. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok